приветствую дорогие друзья с вами вновь я frost fire и мы продолжаем проходить бесконечное лето на сей раз мы уже я не знаю какой эпизод сбился со счета ах да это же по-моему будет мой любимый 13 эпизод точнее моё любимое число или нет я сбился но это не важно мы заканчиваем root славе на сей раз мы с вами посмотрим концовку славе сначала плохую потом хорошую по возможности может быть наоборот я что-то могу запутаться немножечко но в любом случае мы посмотрим обе концовки и потом продолжим уже и другие концовки смотреть я конечно сказал до этого то что осталось как бы две основные концовки на самом деле неправильно вместе с концов ну точнее рута вместе с рутом славе на самом деле три потому что по сути рут семена или концовки семена тоже считаются основными их не нужно как-то открывать да то есть не нужно выполнять что-то дополнительное да то есть что-то ну в общем их можно пройти сразу они при повторном прохождении только вот ну да ладно не будем об этом сейчас у нас рут славе день 6 мы только что просыпаемся продолжаем с вами поехали дорогие друзья да еще тогда маленький момент организационный не удалось мне на сей раз закрыть здесь окно поэтому возможно у меня немножечко будет отсвечивать с этой стороны на камере не вижу ну да немножечко такое отсвечивание идет но я надеюсь вы простите меня за это но это будет только на сей раз я надеюсь окей ладно итак день шестой спалось плохо я постоянно просыпался на пару минут а потом снова отключался толком ничего мне и не приснилось лишь какие-то гротескные картины которые забылись к утру это ощущение что я это уже читал разбудила меня ольга дмитриевна ну в том плане что недавно я читал в каком-то руте или нет не знаю ладно вставай уж я протер глаза и вопросительно посмотрел на нее еще понял что у меня очень громкая игра сколько времени достаточно все тело болело голова была тяжелая как шар для боулинга марш умываться окей окей я послушно встал взял пакет с зубным порошком и щетки и вышел на улицу общаться с вожатой совершенно не хотелось понятно что меня ждет разбор полетов причем суровый но лучше его отложить на как можно более поздний срок в конце концов я всегда так делал пытаясь не заснуть на ходу я кое-как дошел до умывальников холодная вода несколько привела меня в чувство может быть стоит зайти к славе пока еще есть немного времени просто сказать ей что я сожалею с другой стороны от чего мне оправдываться идея была ее и что я то я то что сделал не так просто опять попал в глупую ситуацию где все факты против меня дашь такой блины все грудила потише потише она все равно громко и громко я какая громкая игра окей я вздохнул направился назад к домик ольги дмитриевны с твердым намерением если и не убедить вожатую в своей правоте то хотя бы показать что на своей позиции я буду стоять до конца однако в комнате никого не было и я сел на кровать и обхватил голову руками надо придумать оправдание срочно красивая и правдоподобная если она не хочет верить в правду впрочем ничего удивительного на ее месте вряд ли бы кто поверил в голову не приходило ничего хоть сколько-нибудь стоящего я просто сидел и смотрел в окно на восходящее солнце тихо скрипнула дверь и вожатая вошла ольга дмитриевна я все же хочу вам объяснить что не стоит я удивленно посмотрел на нее я все понимаю то есть вы понимаете что это совсем не так как выглядело почему выглядело это именно так я не хочу осуждать тебя и славю понимаю молодые организмы гормоны и все такое и я бессильно вздохнула опустил голову на руки что мне сказать чтобы вы мне поверили ничего я же говорю все понимаю ничего вы не понимаете прошептал я себе поднос ладно маш на линейку я встал и не хотя поплелся за ней но зайти то мне можно к ней конечно же нет вожатый удивленно посмотрел на меня как будто такой вопрос был чем-то абсолютно неуместным я же предупредил медсестру чтобы тебя не пускали а уже предупредил да ну хотя бы как она себя чувствует похоже слоя действительно заболела я не успел спросить насколько серьезно потому что мы уже вышли на площадь иди вставай на свое место я остановился рядом с электроником что вчера было шепнул мне шепнул что вчера было ты о чем ну ты внезапно исчез да так вот еще не хватало чтобы весь лагерь узнал ведь если неправильно поняла вожата это уже стальные хотя я уже начинал думать что возможно не все так уж и неправильно я не состояла из переклички и сообщение о том что душевы что в душевых сегодня ремонт поэтому помыться не удастся наконец пионеры весело галдя побежали на завтрак и я уныло поплелся за ними по правде говоря есть совсем не хотелось окей постояв у дверей столовой я развернулся и направился прочь не знаю как так получилось но вскоре передо мной словно из ниоткуда возник медпункт похоже сработал автопилот я пристально уставился на дверь стоя в нерешительности меня же не пустят да и что остается ждать наказание от ольги дмитриевны если она вообще будет ждать пока узнает весь лагерь это еще хуже насмешливые взгляды со всех сторон отчуждения и ведь наверняка так оно и произойдет нет и я вряд ли в чем-то провинился но именно в данной ячейке этого фантастического социума такой поступок точно считается если не грехом то серьезной девиации вообще конечно семён рассуждает относительно логично скажем так на его месте наверное многие бы рассуждали именно так но как говорится я привык по жизни своей рассуждать на более позитивной ноте искать от любой ситуации какие-то положительные черты или какие-то выходы скажем так альтернативные более положительные в плане результата для меня или там для кого бы то ни было если бы я бы так захотел и в принципе даже такую ситуацию можно повернуть каким-то определенным образом да все понимают как будто они там вместе ночевали скажем тогда друг с другом но можно же это повернуть допустим с той стороны что да это неправильно это не принято особенно в те советские времена как может быть ну конечно как говорится поколение постарше не моя целевая аудитория основная а поколение все-таки постарше знают такую поговорку что в советском союзе не было секса вот как бы вот и поэтому здесь в данном сеттинге это совсем неуместно грубо говоря поведение ну это же прям совсем но такое девиантное как выразился сам себе но все же исходя из каких-то нынешних собра не соображения как это правильно говорить ныне нынешней культуры выразимся тогда можно это перевернуть как допустим то что ну может быть не то что прям гордиться этим но как-то выставить это как будто вот он ну не то что то что он этого не стыдится скорее а как я даже не знаю как это правильно будет выразить но грубо говоря да у них чтобы он ходил не вот это типа блин меня там запалили все не так все поняли на самом деле я не пытаюсь придумать оправдание хотя выглядит она именно так а именно ходить то что ну да у нас там грубо говоря там что-то такое грубо говоря есть между нами и что с этого такого мы вообще-то молодые так далее что мне теперь повеситься что ли из-за этого или как вот ну король ну что-то хотя бы в этом роде или наоборот даже с чувство некой гордости что вот у меня там с кем-то что-то получилось а у вас лохи нет ну ладно я немножко ну это я утрирую еще да то есть ну я думаю вы поняли такой вот мою мысль словили я надеюсь ну ладно так продолжим у меня лирические отступления у меня сегодня такое поэтическое настроение скажем так не совсем поэтическое а творческое скажем так поэтому я могу отступать отступление какие-то делать а еще опять горло пересыхает поэтому буду попивать немножечко компотику нынче а значит терять мне уже нечего да я постучался уверенно постучался сейчас сейчас я дернул дочку на дверь не открылось заперто что же она там делается слове через несколько секунд замочной скважине повернулся ключ и показалась медсестра доброе утро пионер доброе уверенно ответил я ты же знаешь что тебе сюда нельзя знаю но если бы вы нет нет так не пойдет лукаво сказала на приказ вожатый есть приказ если ты спросишь лично меня то я ничего плохого в твоем поведении не нахожу но вот ольга дмитриевна а может все таки нет я злобно посмотрел на нее развернулся и демонстративно медленно зашагал прочь от медпункта что делать дальше я не знал просто шел вперед изредка калашмате кулаками встречные деревья очнулся я от этого приступа ярости только тогда когда руки уже нестерпимо болели а губы все были искусаны в кровь и самое интересное ведь что вся эта фантастика с попаданием непонятный пионерлагерь закончилась самой банальной жизненной ситуацией я бы не сказал что она прям такая банальная но вполне себе имеет место быть как говорится у любого человека в жизни такой же глупый как и все мое существование и я опять что-то не так сделал где-то не додумал где-то не подумал а меня неправильно поняли что же пусть все теперь идет своим чередом возле столовой никого не было я вздохнул с облегчением и сел в дальний угол чтобы не дай бог меня никто не увидел кстати еще одно лирическое отступление небольшое я надеюсь меня за это не покарают мои зрители но все-таки мне кажется просто есть смысл поговорить о чем-то учитывая что это опять же такие жизненные ситуации здесь порой описываются частенько такое бывает просто немножечко такая промашка получилась у сценаристов которые писали да некоторые руты ну и вообще общую концепцию главного героя семена то что на самом-то деле и пареньку там что-то 25 26 лет я точно не помню сколько ему там примерно ну вот в этом районе там ему по 25 26 что ли что-то в этом роде а и здесь он появляется в лагере 17-летнем вот но по сути он мысленно уже прожил все свои там 25 26 лет на этом на таком вот этапе жизни у тебя по идее уже должно было сложиться определенное грубо говоря стойкое такое мировоззрение которому ты бы всегда придерживался и она точно будет отличаться от мировоззрения тинейджера посему я считаю что здесь немножечко иногда неправильно сделано потому что семён себя иногда ведет не то чтобы странно а настолько типично по тинейджи по тинейджеровски короче по юношески то есть такое вот еще не совсем понимающий юноша до 17-летний который как бы у которого нет какого-то жизненного опыта особенно там вот в плане там отношений или там в плане каких-то взаимоотношений с другими людьми со взрослыми наоборот с ровесниками и так далее то есть у него еще какое-то не устоявшееся мировоззрение он там не уверен в себе или там наоборот уверен в чем-то в чем нельзя быть уверенным или у него как неправильные какие-то впечатления каких-либо вещах жизненных сложились и так далее вот здесь он ведет именно себя вот так вот по-юношески хотя ему на самом деле уже 26 лет по сути у него должно было сложиться немного другое мировоззрение да он атаку там допустим домосед и такой асоциальный человек социопат но социопат и вот такое поведение это все-таки различные сильно различные вещи поэтому здесь мне кажется немножко несостыковочка ну ладно не будем слишком долго отвлекаться на всю эту мою подоплеку в общем просто я вас опять развожу на комментарии под видео и не просто чтобы были комментарии а просто мне интересно с вами по побеседовать а то комментариев очень мало под роликами по бл такое ощущение что народ как бы смотрит но как-то обсуждать что-то не хочет а мы здесь именно из-за обсуждения ну то есть я считаю что важной частью визуальных новелл я не говорю только про бл а вообще в принципе может быть мы с вами потом будем другие визуальные новеллы читать какие-нибудь интересненькие выберем вот важной частью является обсуждение то есть особенно к бл это относится поскольку многие уже и и читали видели прохождение или сами проходили вот и сейчас нам остается только разве что вспоминать все это и обсуждать между собой вот какие-то может быть новые вещи замечать или какие-то новые идеи друг другу подкидывать скажем так ну ладно в общем с вас комментарии под роликами если вы внимательно слушаете видео заодно я и буду это самое проверять как вы внимательно смотрите мои ролики коварный фрост ну ладно продолжим кое-как запихнув себя завтрак я уже собирался уходить как моему столику под подлетела микку доброе утро семён я сегодня проспала что-то можно я тут с тобой посижу и не дожидаясь ответа села рядом я ухожу уже вообще-то а правда что у вас со слави это того но ты понял она пристально уставилась на меня хлопая глазами кто тебе такое сказал конечно стоило ожидать что слухи расползутся быстро но не настолько же но если до мику дошли слухи то дальше уже весь лагерь стоит я начал медленно завереть я от жени услышал она вроде бы от сыроежкиной а ему сказал ольга дмитриевна ты не подумай я не хочу лезть не в свое дело просто нет если не хочешь не отвечая но если это не секрет не хочу отвечать ты права я встал и быстро направился к выходу в день сегодня был жарким это распаляло мою злость ведь жару я не люблю впрочем сейчас что угодно могло вывести меня из себя однако надо было решить как вести себя дальше меньше всего мне хотелось с кем-то сталкиваться поэтому я направился в лес чтобы спокойно подумать остановившись на полянке я присел на пенек взял палочку и начал ковырять ей землю очень странная музыка играет она такая что-то напряженный мучка это играть и честно плохо помню рут славе сейчас я помню что вот она типа серьезно заболела сейчас надо будет там ей типа как как бы грубо говоря ухаживать за ней или что-то в этом роде я я помню чем все закончилось то есть самую концовку но вот что конкретно здесь будет происходить я что-то уже позабыл если честно но только от меня ничего больше не зависит а если от меня ничего больше не зависит то и остается только ждать но что я собственно могу с боем прорваться медпункт даже если и так то что дальше попытаться вразумить ольгу дмитриевну вряд ли получится забавно но вся фантастика вылилась в обычную бытовую ситуацию если бы это происходило в моем мире то и проблем бы никаких не было самом деле что такого ну спал я с девушкой кого это волнует и даже если бы мне было семнадцать лет то ничего страшного бы не произошло было бы немного на сложнее но все же а тут что я не хозяин сам себе впрочем был ли я им вообще когда-либо все ли от меня зависело в моей собственной жизни вряд ли я достиг хоть одной вершины который стремился а теперь здесь достигнув ее никак не могу удержать может быть самого начала я был всего лишь зрителям мое попадание в этот лагерь местный обитатель и все события которые здесь со мной произошли все это не более чем причудливая игра в которой я только лишь пешка но если так то свою роль стоит сыграть как можно лучше я стал решительно направился назад в лагерь план еще не до конца созрел в голове однако для себя я уже все решил да семён все решил наконец-то он смог что-то хотя бы решить домики вожата никого не было я начал рыться по шкафам и собрал в мешок спальник из свою зимнюю одежду фонарик и кое-какие теплые вещи которые смог найти а я вспоминаю кажется потихонечку выйдя на улицу я нос к носу столкнулся с алисой в поход собрался да в поход уверенно ответил я что же удачи она хитро улыбнулась и пошла дальше быстрым шагом я направился в сторону медпункта в конце концов медсестра тоже человек и на обед она наверняка пойдет я засел в кустах и принялся ждать окей семён в засаде он решился время летело быстро в голове все прояснялось решение мое было твердым твердо решился и я не обдумывал свой план дальше ближайшего хода мне было все равно а вот это зря главное что я действую именно так как сам считаю нужным а там дальше будь что будет дело не в этом весь твой план может порушиться если не продумать его тщательно наконец показалась медсестра как говорится блин господи и сейчас как как же там говорился ты пословица то я забыл поговорки ладно я забыл не буду сейчас вспоминать наконец показалось медсестра она смотрелась но видимо не обнаружив угрозы закрыл медпункт на ключ и быстро пошла в сторону столовой как только она скрылась за поворотом я в несколько прыжков подскочил к окну и яростно забарабанил по стеклу вскоре показалось славе семён что ты здесь делаешь тебе же нельзя как себя чувствуешь хорошо 0 дмитриевна сказала мне что еще день надо здесь побыть а мне сказала совсем другое вылезай уверенно сказал я ты что зачем испуганно спросила славя вылезай потом все расскажу она некоторое время внимательно смотрела на меня потом без возражения открыла окно я помог спрыгнуть на землю и что дальше пойдем я взял ее за руку и направился в сторону леса через несколько минут славя остановилась семён что мы делаем а что такого ты считаешь что все это правильно нет но так будет только хуже почему же мы имеем право поступать как считаем нужным хорошо на что дальше об этом я не думал каждый этап моего плана пока что реализовывался весьма успешно но просчитывать даже на ход вперед совсем не хотелось смотри я открыл сумку и показал вещи которые забрал из домика вожатый и славя вопросительно посмотрела на меня не знаю отсидимся в лесу пока что покажем что с нами тоже надо считаться но ведь это глупо по детски если не хочешь на жалобно посмотрел на меня я сделаю как ты скажешь почему именно это выражение она выбрала семён ну нет но я знаю почему потому что семён решился он твердо решился он же мужик и все женщины любят настоящих мужиков мужиков поэтому она сделает все как он сказал от этих слов у меня мурашки по коже побежали вот вот как ты скажешь раньше меня никто никогда так раньше мне никто никогда такого не говорил в любом случае думаю сейчас это самое лучшее решение ладно я расстелил спальный мешок на земле и мы сели на него и что будем делать не знаю я был как никогда близок провалу нет я не сомневался в своем решении но что идет дальше и правда не знал блин если устраиваешь скажем так забастовку грубо говоря или что-то в этом роде ладно хрен с ним а что ты хочешь поесть бы было неплохо ты ничего с собой не захватил вот об этом я как раз и не подумал нет медленно ответил я ладно мы продолжали сидеть молча интересно будут ли нас искать даже если будут то вряд ли им это удастся лес большой но вот еда к вечеру и я есть захочу ладно ты сиди здесь я скоро вернусь куда ты за едой может вместе пойдем не стоит я мигом оставив славе одну на полянке я быстрыми шагами направился назад к лагерю в том что она никуда не уйдет и дождется меня я был абсолютно уверен хотелось бы также верить что я запомнил дорогу если искать нас еще и не начали то славе уже хватились точно так что стоит передвигаться как можно осторожней чтобы меня не заметили в принципе опасность исходила от любого пионера не только знакомых а таком вопиющем случае похищения человека наверняка уже известно всему лагерю и если добраться перебежками до столовой не составило особого труда то что делать дальше я не знал уже вот просто так взять и войти туда прячешься я аж подпрыгнул от испуга сзади стояла ульянка проголодался небось она пристально уставилась на меня ну чего матчишь я на секунду потерял дар речи поэтому ответить и не смог так зачем пришел окей хорошо раз мы идем сначала ну я думаю что сначала посмотреть плохую концовку а потом хорошие чтобы закончить на хорошей ноте поэтому мы сейчас будем отвечать неправильные варианты что получить плохую концовку как я уже говорил тогда просто есть захотелось вот вот как да вот так ладно сейчас к моему удивлению ульянка не стала задавать неудобных вопросов она побежала к столовой мгновение ока скрылась за дверью я не знал что делать дальше довериться ей и ждать или бежать пока она не вернулась кавалерией однако ульянка не дала мне времени на обдумывание так как уже спустя пару минут появилась вновь с каким-то пакетом в руках вот в пакете показалось полно будет оказалось полно булочек в пакетах и несколько треугольников с кефиром но почему потому что это смело и круто она хитро улыбнулась слави привет передавай и какой-то странный голос ей нужно писклявый голоден слави привет не но это совсем бред какой-то ульянка помахала рукой и убежал я еще некоторое время стоял замещательстве но потом направился назад и нужен такой голос еще даже голос а выговаривала просто я еще готовы с следующему руту круто ульянки как раз чтобы она так выговаривала потому что она там может как-то неправильно выговаривать там рэ лэ там допустим всякие другие буквы но до сих пор не очень хорошо диксы допустим у нее поставлено может быть но я подумаю насчет того как ульянку озвучить получше вообще-то не похоже на ульянку но я был ей благодарен в конце концов одному мне бы вряд ли то одному бы мне одному мне бы вряд ли во господи эти перестановки бы бы да кабы одному мне бы вряд ли удалось днем достать еду без приключений вернувшись на полянку я обнаружил там славию все в той же позе сидевшие на спальнике вот я протянул ей пакет с едой как у тебя ловко получилось восторженно сказала она но мне помогали свои вопросительно посмотрел на меня но я не стал углубляться в подробности мы сосредоточены еле не говоря ни слова наконец я удовлетворенно вздохнул неплохо весьма неплохо да согласилась славе что теперь будем делать может у тебя есть какие-то предложения насчет чего ну хотя бы как договориться с вожатой не знаю а ты уверен уверен перебил я ее в конце концов это акт протеста пусть она знает что нельзя мной что нельзя мной я осекся нами помыкать похоже сказал глупость вот опять вот это вот акты протеста вот это вот вот эти все протесты бунтарства вот это мы типично для молодежи ну молодежи в смысле такой опять же знаете тинейджеры таких вот под 20 лет вот на средне в среднем вот а человек который уже 26 лет прожил у него хоть боль более-менее уже устоявшиеся такое устоявшийся взгляд на жизнь на мир вокруг него и он не будет так бунтарить сильно может но я бы не сказал что как бы не это не типичное поведение я так сказал вот если я для ольги дмитриевны точно был мальчиком на побегушках то славя ты смешной она мило улыбнулась можно же было просто подойти к ней поговорить но раз ты хочешь сидеть здесь и ждать то я согласна я пытался говорить именно так как надо а как надо по правде говоря я не знал такие неудобные разговоры всегда были для меня чем-то из области нерешаемых задач возможно если бы знал как надо вести себя в подобных ситуациях все было бы по-другому конечно я сам боялся чувствовал себя виноватым откуда же взяться уверенности не знаю славя рассмеялась что ничего просто я сейчас похоже на принцессу который прекрасный принц похитила замка злой колдуньи я у него это посмотрел на нее хоть звучало и романтично но мне показалось что сейчас славя сказала глупость но вообще ольга дмитриевна злая колдунья здесь что-то определенно есть да аналогия прослеживается чеканя каждое слово сказал я и у принцессы обычно не бывает выбора в таких ситуациях загадочно ответил славя выбора не может такого быть это у меня нет никакого выбора только сидеть и ждать что я чудесным образом вернуть свою реальность разве славя такая же примерный пионер умница красавица комсомолка спортсменка и наконец просто красавица да у нее сотни если не тысячи выборов возможно сейчас именно та ситуация которой я мечтал всю жизнь такая недостижимая девочка как славя не просто сидит рядом со мной разговаривает весело смеется а во всем полагается на меня только хорошо это или плохо и что мне делать дальше конечно же это хорошо семён конечно это хорошо семён потому что тебе выпал такой шанс понравится такой девушке ну или хотя бы попытаться проявить себя что ли начнут проявлять она уже на тебя положилась это уже успех считай ладно вопросов было больше чем ответов когда за себя в жизни решение принял принять тяжело взять ответственность за свои поступки то как же все это можно сделать за двоих семён на тебя уже положились ты уже достиг успеха как она выйдет в результате это уже самому только богу известно это не факт раньше я бы скорее сам устранился от подобных проблем а вот сама как-нибудь решиться без моего участия но сейчас я так поступить не мог и далеко не только потому что находился черт знает где и когда знаешь возможно я был не прав славя вопросительно посмотрел нами мы действительно ничего не добьемся сидя здесь даже не так это просто глупо и по-детски тут ты права и что же тогда делать пойдем мы стали я засунул спальник в мешок и взял слою за руку и направился в сторону лагеря через некоторое время вышла на площадь где нас как будто уже поджидала ульга дмитриевна явились не запылились сказала она злобно и есть тебе что сказать свое оправдание мне не в чем оправдываться и мы ничего такого не делали чтобы перед вами оправдывать тут я не помню что мне нужно отвечать поэтому я еще и забыл открыть себе подсказочку чтобы выбрать сейчас неправильный вариант ну то есть окей так я что-то запутался уже и в своих мыслях и в том что мне нужно было какое-нибудь прохождение открыть но очень подсказочку себе открыл да хорошо так я посмотрел что мне нужно ответить нам нужно чтобы был правильный ответ нужно ответить первое а не правильный ответ мы отвечаем мы ничего такого не делали чтобы перед вами оправдываться да вот будем ну немножечко дурашками потому что так отвечать нельзя ответил я вызывающие вызывающие потому что семён решительный семён мужик почти просто мы неправильно сейчас ему варианты ответа даем чтобы посмотреть обе концовки да да ну ладно то есть ты считаешь все это нормальным хорошо она остановилась на пару секунд и перевела взгляд на слове иди к себе я понимаю что ты ни в чем не виновата славя не сдвинулась с места лишь опустила глаза и крепче сжала мою руку славя как видите она не хочет чем-то ее так охмурил да ничем боже мой я начал заводиться почему вы считаете что мы сделали что-то неправильно и вообще ничего мы и не делали то то я не видела она охмыльнулась и что же вы видели она замялась на почти сразу же ответила тем же тоном достаточно хорошо же вы выходите а хорошо же вы выводы делаете вам бы в нквд работать не хами мне и не собирался даже и хитро ответил я в общем я не желаю дальше вести бессмысленные споры ты наказан до конца смены о правда и как же будешь сидеть под замком а если не соглашусь ольга дмитриевна удивленно посмотрел на меня только сейчас и заметил что вокруг нас начали собираться пионеры толпе были видны и лена и алиса и ульяна что значит не соглашусь медленно произнесла вожатая то и значит но ты не можешь настоящий пионер значит я фальшивый ольга дмитриевна замолчала словно собираясь силами думаешь я не смогу тебя заставить и каким же образом я демонстративно рассмеялся ну ты реально перебор ну ладно хрен с ним ну понятное дело что он уже гнет свою палку потому что отступать уже явно некуда если не брать во внимание всякие потусторонние силы о которых я сейчас думал в последнюю очередь то средств принуждения уважать и действительно не было никаких знаешь что что похоже ольга дмитриевна и сама понимала что проиграла но согласиться на поражение ей никак не позволяла гордость и статус самой старшей и мудрой в лагере я я по месту учебы на тебя характеристику пошлю до тебя в комсомол не примут в партию не возьмут на такие страшные угрозы я даже не нашелся что ответить короче говоря у тебя все равно выбора нет славя все время молчавшая до этого вдруг вмешалась разговор а почему вы изначально правы ольга дмитриевна что семён всегда во всем виноват что такого произошло что он что мы сделали не так вы хоть сами знаете в чем нас обвиняете а если бы на моем месте была бы другая вы бы вели себя точно так же славя ты же знаешь в том то и дело что знаю знаю вас знаю что семён ни в чем не виноват знаю что у вас к нему и предвзятое отношение непонятно почему кстати а ведь он старается да это не как это иногда выглядит немного неуклюже но я знаю что он вкладывает все силы и всю душу что же тогда вы будете его винить просто за то что он такой я заворожен услышал славян монолог и толком не понимал хвалит она меня констатирует факт или вызывает свое и высказывает свое мнение возможно предвзятое кажется даже сами ее слова пролетали мимо ушей мне достаточно было слышать мелодию голоса которая завораживала уносила отсюда от этой больной вожатый дурную дурного пионер лагеря успокаивала и залечивала душевные раны ладно не знаю что уж с вами и делать ольга дмитриев несколько смещилась но не думайте что я одобряю ваше поведение она развернулась и пройдя сквозь толпу направилась в сторону своего домика я начала гуш я начал ждать оглушительных аплодисментов как в американских фильмах но толпа посмотрев зрелище начала быстро расходиться лишь ульянка хитро подмигнула мне знаешь по моему мы несколько переборщили я посмотрел на славио она улыбнулась нет ты что сам я бы с ней спорить до губ до губ что сам я бы с ней спорил до глубокой ночи а ты так четко и ясно все расписала я бы за неделю таких слов не подобрал да ладно тебе что ладно это чистая правда ни капли лжи ни капли комплиментов она пристально посмотрела мне в глаза и рассмеялась а я сказала просто первое что в голову пришло а вышло вот так первая мысль всегда правильная как говорят вот семён учись наверное только сейчас я заметил что мы все еще продолжали держаться за руки несколько смутившись я попытался освободить свою но славя не дала от этого меня пробил на секунду холодный пот куда пойдем идти к себе в домик совершенно не хотелось точнее не хотелось вообще оставаться в лагере а что ты скажешь если я предложу вернуться в лес ну славе хорошо все с природой славе удивленно посмотрел на меня ну понимаешь просто иногда хорошо пойдем я не ожидал такой быстрой реакции поэтому не знал как закончить фразу а хотел я сказать что иногда бывает такое хочется уехать куда-нибудь из привычных мест хотя бы ненадолго хотя бы на пару часов раньше я часто так делал катался по незнакомым районам или даже соседним городам новые места и новые пейзажи успокаивают мою душу и позволяют понять что мир не ограничивается четырьмя стенами квартиры дорогой 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 до института дорога до института или работы а если это так то в нем есть люди которым живется лучше или хуже а значит мои среднестатистические проблемы не столь трагичны как кажется я невольно усмехнулся у каждого свои проблемы себе что ничего просто я тут вспомнил вспоминал а ну да неважно пойдем держась за руки мы направились в лес держась за руки они направились лес вскоре мы вышли на полянку возможно ту же самую где сидели час назад а может на совсем другую я разобрать не мог сюда славя вопросительно посмотрел на меня нет давай пойдем дальше хорошо поблуждав по лесу еще примерно с полчаса мы оказались возле небольшого озера отличное место это точно славя загадочно улыбнулась значит привал предлагаю сделать здесь отличное место я разложил спальник на земле и уселся на него моему примеру последовало славе и что будем делать не знаю ты же хотел в лес да хотел какой-то у нее не очень радостное лицо опять мне приходится принимать решение эти совершенно не знаю чем можно заняться одни в лесу посторонних глаз уж точно нету за километры например поговорить ночью да ладно не напрягайся ты так славя рассмеялась я совсем не я же вижу ну просто потому что все в порядке как скажешь я вздохнул и уставился себе под ноги лучше расскажи мне про себя да и нечего в общем не может такого быть чтобы у человека совсем ничего интересного не было почему же вот я например просто ты она задумалась а может ты что-то не договариваешь что же не знаю скрываешь от меня что-нибудь но зачем откуда мне знать тебе не ну нет как-то ты это сказал как не так ставим нафер смеялась уверен что если бы на ее месте было бы кто-нибудь другой он бы не вел себя настолько спокойно мне кажется время голос слави начинает быть похоже мой голос лены не знаю ладно я могу путаться водить мое положение столько разных персонажей учитывая что женские еще это вообще можно запутаться хорошо что тебя интересует хорошо что тебя интересует ну расскажи про себя какие-нибудь интересные случаи жизни сейчас мне почему-то совершенно явно казалось что ничего в моей жизни интересного не было вот это самыми типичные ситуации когда тебя просят рассказать что-нибудь забавное допустим и жизни ли сам чем хочешь рассказать да интересно или смешной жизни сразу все такие моменты вылетают из головы напрочь и ты ничего вспомнить не можешь зато при каком-нибудь непринужденном разговоре эти случаи там жизни они смешно особенно там какие-нибудь комичные или смешные или интересные например они просто вылетают одна с другой там рассказываешь 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 особенно в какой-нибудь хорошей шумной а может быть и не очень шумной компании ладно дай подумать я сделал умный вид когда был маленький лет пять шесть наверное у меня на даче был шалашик крепкий такой из досок на крыше рубероид в общем в случае войны послужил бы бомбоубежищем и вот как-то я сидел с кем-то в этом шалаше и внезапно упал я за ним были грядки с клубникой и все те доли секунды что я летел до них думал что все вот она костлявая с клюкой пришла а перед глазами пронесла вся жизнь всего за шесть лет но все же упал я на грядку и ничего не почувствовал понятное дело земля рыхлая ее там целая гора вот такая вот история слове рассмеялась но это же глупо мне в то время так не так не казалось а сейчас не знаю наверное ладно еще что-нибудь расскажи опять скажешь что глупость не скажу эх я вновь задумался еще как-то с мостику упал в пруд и чуть не утонул у тебя все истории какие-то обиженно сказал славя но я же говорил вспомнить особенно нечего вот и рассказываю первое что в голову придет кстати насчет озера славя посмотрела сторону воды может искупаемся да я как-то не любитель особо да и не в чем да ладно тебе она одарила меня загадочной улыбкой ну я даже не знаю само собой хотелось сразу же согласиться но все же было как-то неловко давай давай славя весело засмеялась и побежала к озеру по дороге расстегивая рубашку но я встал со спальника и медленно направился за ней когда я подошел славе уже весело плескалась в озере а вокруг валялась раскиданная одежда давай сюда да я не как-то не хочется промышал я да ладно тебе весело она похоже совсем меня не стеснялась да и мне сначала хотелось отвернуться но тут еще большой вопрос что приличнее в такой ситуации если славе кажется это нормальным а я покажу смущение не обидит ли это ее да и не главное это сейчас я плавки не взял наверное не самая уместная отговорка при данных обстоятельствах ну так и я сказал славе перейдя на тон ниже не бойся я не боюсь чего тут боятся тогда залезай я не знал что ответить наверное и хотелось согласиться но чтобы все это было не так не так спонтанно и беспричинно семён выключи туго думалку и просто иди вперед тут уже никуда не деться ведь действительно почему славя настолько приветлива со мной или тут что-то большее это точно не понимаю ну и не надо расстроена сказала она иди тогда костер разведи зачем затем вот я выйду надо будет высохнуть а да хорошо я быстро вернулся к спальнику по дороге собирая ветки набрать хворост оказалось делом нехитрым а вот развести огонь у меня не было ни спичек ни зажигалки как и любой нормальный человек я знал что можно потереть две палочки друг от друга однако сам никогда такого не делал но выбора не оставалось я медленно начал одной веткой сверлить и дырку в другой решили что дерево попало сухое иначе бы шансов у меня не было никаких вообще слабо надеялся на успех однако спустя примерно минуту появился дым и спухнул слабый огонек который тем не менее тут же погас хотя хотя бы стало понятно что такой способ добычи огня могло освоить и я мне понадобилось еще минут 20 мучений но наконец перед спальником горел небольшой костерчик я кстати сам никогда не пробовал разводить огонь таким методом хотя я так скажем я бы не сказал что я в походы куда-то ходил но в плане разведения костров из ну или разведения огня грубо говоря да там из минимума доступных средств у меня как бы опыт есть причем довольно ну я бы сказал что солидный вот но вот разводить без спичек я еще не пытался ну понятное дело что если помучиться попытаться да там то я думаю как говорится каждый в этом может сделать если очень сильно постарается да там набрать сухой травы вот развести вот самый уголек небольшой да там ну как уголек там чтобы начало тлеть дерево и потом сухая трава подхватится вспыхнет и можно будет огонь сделать а вот ну просто я никогда на практике это не применял допустим с одной спички когда остается одна спичка с одной спички развести огонь тут 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 я могу могу ну ладно но спичка это в принципе легко со спички это легко делается главное все правильно там разложить все подготовить все четенько но и они его подкидывал туда ветки однако вот она как получается человек по всему ко всему приспосабливается и даже я возможно смог бы выжить в тайге ну не знаю в тайге вот в тайге не знаю из мысли о выживании меня вывела славя которая нависла надо мной какой-то молодец я поднял взгляд и тут же отвернулся она стояла в одной почти ничего не прикрывающий рубашки ладно там в озере другое дело так близко а ладно там в озере другое дело так близко с тобой не пропадешь славя села рядом прислонившись ко мне спиной надеюсь все быстро высохнет почему-то я и я на это очень надеялся ну так что что спросил я сбивчивым голосом расскажи еще что-нибудь да я даже не знаю у меня комок застрял в горле ни о каких рассказах и речи идти могло не могло ты вдруг какой-то скованный стал действительно с чего бы вдруг да нет просто я чувствовал что долго так просидеть не смогу животные инстинкты затуманивали разум а ты думаешь это нормально что ну вот так сидеть а что такого славя похоже правда не понимала ну ты же неужели не понимаешь и я бессильный вздохнул не знаю даже ее голос прозвучал лукаво а ты что думаешь ну тут намеки я сам ненавижу намеки вот я ненавижу намеки такие ну ладно здесь еще более-менее не можно поймать суть а бывает такие намеки что прям совсем ни хрена не понимаешь но он ну я ну мне может и не стоит сдерживаться ее слова молнии сверкнули у меня в голове но тут уже это я тоже не намек это уже прямое приглашение если уж она разрешает но и сами понимаете что дальше будет вместо черного экрана ладно я просто задумался над еще одной вещи вот так вот внезапно и я на не буду ее озвучивать нет это не что-то пошлое вы не подумайте между нами случилось нечто прекрасное такое о чем и еще шесть дней назад я не мог и мечтать просто еще очередное отступление я думаю не очень к месту будет сейчас может быть вот она цель моего попадания в этот лагерь это было чудесно да а но только единственное что скажу помимо того что здесь место сами понимаете каких сцен черный экран здесь еще и текст удален который идет на протяжении этих моментов вот ну просто потому что там в принципе я бы не сказал что есть что-то непристойное грубо говоря в том тексте но мы просто играем в оригинальной версии никакие это тип патчи и моды не ставил поэтому ну я не знаю то есть я просто забыл изначально я забыл что там разница не только картинка но еще и текст вырезан поэтому я думаю сейчас его добавлять уже не будем с вами ну может быть я подумаю насчет следующих рутов хотя там остается только мику июля и все ну ладно мы еще некоторое время просто лежали рядом что-то холодно сейчас я расправил спальник и мы забрались внутрь славя положила голову мне на плечо не возражаешь если я посплю немного то что-то устало да конечно вскоре она размеренно задышала вокруг ветер тихо шевелил листья на деревьях совсем рядом колыхалась трава а над лицом и летали мелкие назойливые мошки мне вдруг показалось что это самое лучшее место виденное мной за всю жизнь с этими мыслями я заснул я открыл глаза и увидел над собой бушующую крону дуба поднялся сильный ветер пронизывающий до костей с неба на меня смотрела полная луна наступила ночь столько сколько точно времени сказать было никак нельзя но это и не имело большого значения славе еще спала я поплотнее укутал ее в спальник а сам встал оделся и направился к озеру ужасно хотелось пить а других вариантов попросту не было да и не думаю что вода здесь ядовитая мы же не рядом с чернобылем все-таки по крайней мере хочется в это верить о боже мой какой громкий звук зачерпнул воды я зачерпнул воды и с жадностью опустил лицо в ладони мне показалось что это не озеро а самый настоящий родник настолько вода была вкусная снизу на меня смотрело мое отражение подернутое разводами и лунным блеском похоже оно улыбалось странно а я и не заметил при поднятом настроении духа я направился назад с твердым намерением проспать до утра как вдруг рядом заскрипела ветка я обернулся на шум и увидел что за деревом кто-то стоит кто здесь закричал я взволнованно голос подождите вот этого я чуть не очень помню не надо так орать голос показался знакомым ааааа стоп я не очень помню это ну ладно точнее что ладно хрен с ним я подошел ближе и увидел лену что ты здесь делаешь гуляю в такое время а что нельзя нет просто странно я приснился к дереву и задумался она наверняка здесь не просто так да что говорить мы сюда еле дошли а уж гуляя к этому озеру точно не выйдешь и даже ночью можно увидеть в паре десятков шагов отсюда спящую славю и что что скажешь а что я должна говорить тебе виднее не понимаю о чем ты хорошо ты тут давно ну не так уж это сколько это немного отрезала лена ладно и все не знаю мы еще некоторое время стояли молча ты наверное а тебе наверное пора возвращаться а то славя замерзнет значит ты видела сложно было не заметить если ты думаешь то а что я должна думать а по моему тут все предельно понятно да наверное то есть ничего не скажешь а что сказать Семен ты не в ту сторону клонишь что ты добиваешься от нее какого-то разговора ты должен просто поставить точку либо спросить зачем ты здесь либо там мы можем идти грубо говоря или что-то в этом роде а что сказать после вас после вашего представления на площади днем слова окажется неуместны никакого представления не было мы просто как будто я оправдываюсь перед ней и вообще не твое дело вот все правильно сказал теперь все правильно сказал совершенно верно дело твое только смотри будь осторожен ты про что если тебе все так легко дается то ты вряд ли будешь дорожить этим а стоило бы не понимаю ну вот славя раз и все уже и вы уже тут а потом второй третий потом тебе надоест возможно надоест лена сделала паузу поэтому я и говорю тебе надо дорожить тем что имеешь пусть это и достается без особого труда если ты считаешь что я к этому отношусь как к игре то ты сильно ошибаешься я так не считаю но это вполне возможно и вообще может быть не стоит ли с ним свое дело я просто даю совет кажется я не просил никаких советов кажется тебе стоит это лицо это капец вообще каждый раз она мне вызывает такие криповые эм эм вот ощущение скажем так вот но в принципе по этому спрайту криповому можно понять и в дальнейшем вы увидите почему ещё кажется тебе не стоит больше думать о том что ты делаешь и собираешься сделать что бы потом не было мучительно больно слушай всё это похоже на угрозу или действительно похоже Может и так Сказала Лена загадочно Вы это запоминаете Запоминайте, ребят, запоминайте Здесь Почти в любом моменте, когда Особенно касающейся с Леной Какие-то определенные Ее нетипичные Вот такие выходки в поведении Они важны, их надо помнить То есть ты Нет, совсем нет, что ты По крайней мере сейчас Добавила она шепотом Запомнили? Лена развернулась И начала удаляться в чаще Я не стал ее останавливать Когда она уже почти совсем скрылась из виду Я заметил, что у нее в руке что-то блеснуло В лунном свете И что за странная девочка Я вздохнул и вернулся к Славе Ночь была холодная Но теплота ее тела Не давала мне замерзнуть Надеюсь, что так же я согревал И Славю По-моему здесь будет день седьмой Я, если честно, до сих пор Не до конца понимаю Зачем здесь вставили Лену Ну то есть есть ли здесь какой-то глубинный смысл в этом Но в любом случае Данная небольшая вставочка с Леной Она Ну как-то чуть-чуть больше Расскрывает ее Бэкграунд Скажем так Ладно Я проснулся от холода С первыми лучами солнца Конечно, спальник теплый Да и не успел покрыться инием Но все же провести ночь в лесу Было для меня в новинку Я осторожно, чтобы не разбудить Славю Вылез из мешка Свежеутренний воздух Окончательно прогнал Остатки сна И на меня нахлынули Воспоминания минувшей ночи Пожалуй, это был самый счастливый Момент в моей жизни Близость Нежность Любовь Страсть Все эти чувства Переплелись у меня в душе За те короткие несколько часов Я посмотрел на Славю Она была прекрасна На ее лице Застыло выражение Абсолютного спокойствия И безмятежности Так, возможно Спят ангелы Мне совершенно не хотелось Ее будить Поэтому я просто сел рядом И принялся наблюдать За наступающим Свои законные права утром Природа Освежающая роса Легкий ветерок Танцующие листья деревьев Солнечные зайчики Прыгающие по воде Все это Было для меня Чуждо Еще вчера Каменные джунгли Мегаполиса Вот единственные леса Которые я знал И если бы мне кто-нибудь сказал Что я вот так буду сидеть И наслаждаться Всем этим Несмотря на ночную прохладу Надоедливых комаров Отсутствие компьютера Интернета Я бы точно не поверил Доброе утро Я посмотрел на Славю Доброе Хорошо спалось Лучше чем когда-либо Мне тоже Она потянулась ко мне И поцеловала Казалось Этот поцелуй длился вечность А я просто растворился в ней Надо бы позавтракать Наконец Оторвавшись от меня Сказала Славя Да, пожалуй Сколько сейчас времени Не знаешь? Нет Но думаю Еще рано Надеюсь Столовую уже открыли А то я есть Ужасно как хочу И я Стоп То есть вы не задумавшись Просто вот так вот вернетесь Не переночевав в лагере Лена Ну ладно Мы собрали вещи И направились в сторону лагеря Взявшись за руки Столовая действительно была уже открыта И мы как ни странно Оказались первыми посетителями Взрав завтрак Что удивительно Изысканностью не блистал Овсянка Пара яиц Черствый хлеб И водянистый чай Знаешь Мне здесь еда никогда не нравилась Мне тоже по правде говоря Рассмеялась Славя Но поскольку выбора нет Да и с голодухи Весьма неплохо идет Да, это точно Она в отличие от меня Ела аккуратно Я же как обычно Ронял кашу себе на рубашку И обливался чаем Ты всегда так ешь? А что такое? Спросил я с набитым ртом Она в ответ лишь рассмеялась Нет, не всегда Я Но когда очень голод Причем бывает, да Правда я Могу и поаккуратнее Да Хотя бы могу попробовать Да ладно, ничего страшного Вскоре С завтраком было покончено И мы направились к выходу О, да Только я успел Про себя отметить Что в столовой Мы до сих пор одни Как в дверях Оказалась Ольга Дмитриевна А, это вы Но я не буду спрашивать Где вы ночевали В общем это Вожата была явно смущена И вам доброе утро Ольга Дмитриевна Сказала Славя С лучезарной улыбкой на лице Да, утро, утро Ладно Вы главное Не забудьте собраться Не забудем А что она имела ввиду? Опять какой-то поход? Спросил я Славю Когда мы вышли из столовой Да нет же Сегодня последний день Ты разве забыл? Последний день чего? Последний день смены Сказать, что ее слова Меня ошарашили Значало бы Не сказать ничего Как? Почему? А что ты удивляешься? Ты разве не знал? На линейке же объявили Ну, даже на тех линейках На которых я был Я большей частью спал стоя Эм, нет Теперь знаешь Славя непринужденно улыбнулась И что делать? Ее слова вызвали во мне массу эмоций С одной стороны Я наконец вырвусь Из этого проклятого лагеря Возможно получу какие-то ответы С другой И я только что Похоже нашел То, что для меня действительно важно А теперь мне придется С этим расстаться В смысле? Да ладно Ничего И когда отъезд? Вечером часов 5-6 Ну, времени еще полно Да, но у меня дела кое-какие К тому же надо Женю найти А то она, наверное, волновалась Что меня ночью не было Да уж, она-то волновалась На обеде увидимся Славя поцеловала меня Славя поцеловала меня в щечку И убежала Я же остался Только Я же остался стоять Около входа в столовую Дела у меня совершенно Никих не было Собираться мне тоже Было абсолютно нечего Так что до вечера Мне предстояло Просто шататься по лагерю И думать 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 Я бы сейчас многое дал за то Чтобы хотя бы на эти 10 часов в моей голове Образовался вакуум Из транса меня вывел чей-то голос Привет Передо мной стоял электроник Веселый, как всегда И тебе Ответил я рассеянно Знаешь, а у вас весь лагерь говорит Догадываюсь А вы это Уже того? Спросил он Ехидный хихика Это твое дело, как считаешь? Да нет, я просто Вот и молчи Оставив его наедине Со своими догадками Я направился в сторону площади Почему он всегда ведет себя так Что это бесит окружающих Хотя, возможно, это бесит только меня Не, я знаю таких людей Которые реально себя ведут Причем Для них это абсолютно нормальное поведение Они так По жизни устроены, грубо говоря Они так все время себя ведут Но они Но их поведение Реально вызывает какое-то раздражение И бесит всех окружающих По сути Ну ладно Я был полностью погружен в свои мысли Не особо смотрел по сторонам Поэтому и не заметил Мику Налетевшую на меня Ой, извини Мне было Надо было бы внимательнее А я что-то совсем задумалась И не заметила Тебя знаешь Иногда так бывает Привет, кстати Я посмотрел сквозь нее И направился дальше Ой, Семен, подожди А как там со Слав... Как там со Славой? А как там со Славой? Расскажи, так интересно А там мне кажется Что все в лагере знают Кроме меня Нет, ты не подумай Я не особо любопытная Он просто... Ну просто Раз такое дело Назвать ее нелюбопытной Значило бы Пойти против вселенской истины Блин, надо взять на вооружение Эту хрень Я обычно говорю, что Если что-то не так То я там Дед Мороз, например Или Санта Клаус Ну ладно Допустим В данной ситуации Если не назвать Мику любопытной То я, блин, Дед Мороз Да То есть Ни того, ни другого быть не может Ничего особенного Не оборачиваясь Ответил я Ну если ты не хочешь Я попытался отключиться От внешних раздражителей И остальные слова Мику Прошли мимо меня Ну в общем-то Как и большинство ее слов Наверное Вскоре площадь Незаметно сменилась на пляж Юного бриллианта Советской эстрады К счастью Уже не было рядом Я сел на пенек На пенек? Нет На песок Почему на пенек? Ну бывает Что-то старые мемчики В голове всплывают Я сел на песок Уставился на речку И почему всему лагерю Так интересны Мои отношения со славией В моем мире Никто бы и слова не сказал Ну потому что Это советский Блин лагерь Ладно По крайней мере В открытую В конце концов То что говорят за глаза Ты не слышишь А сейчас Я был готов Стерпеть и сплетни Лишь бы не докладывать Каждому встречному О своих любовных приключениях Солнце поднималось Все выше И меня потихоньку Начало клонить ко сну Или можно ответить Относительно уклончиво И все-таки Хоть как-то ответить Чтобы упырить мел Этих окружающих ребят Которые любят Ссывать нос Не в свой вопрос Это У нас все хорошо Вот Как там у вас Слои У нас все хорошо То есть Вроде бы И нету намеков На то Что там что-то было Ну Это было Да Ну и В общем-то Все хорошо Солнце поднималось Все выше И меня потихоньку Начало клонить ко сну Газа уже закрылись Как вдруг я услышал Что рядом со мной Кто-то сел Ну да Естественно Давайте со всеми поговорим Тебе расскажи Тебе расскажи Всем расскажи Давайте Подходите Семен рассказывает О своих приключениях Казанова Только сегодня Только всюду по лагерю Подходи Не стесняйся Налетай Это была Алиса Поздравляю С чем? А ты сам не догадываешься? Да Догадываться несложно Честно признаться Уже надоело Здесь как будто Каждому необходимо Об этом упомянуть Достало А ты как думал Событие-то для лагеря Необычное Я бы даже сказала Неслыханное Она рассмеялась Да и вожатую Так задвинуть Даже Ульянка бы не смогла Да и я бы Наверное тоже Я не знал Как на это реагировать Как на комплименты Или как на издевку Знаешь Это вам только так кажется Для меня ничего такого Не произошло Более того Я не очень понимаю Зачем всем Лезть в мою жизнь В конце концов Это мое дело И больше ничего Ты так не считаешь? Может и так Может и так Загадочно сказала Алиса Некоторое время Мы просто сидели молча Мне хотелось Чтобы она побыстрее ушла Но Алиса Разглядывала пионеров На пляже И похоже Никуда не собиралась И какие у тебя Дальше планы? Ты о чем? Сегодня же последний день Да и что? Все уедут Ну и? И Славе уедет Да и ты тоже уедешь И дальше что? Вы расстанетесь? Да об этом я и без тебя знаю Спасибо Очевидно И что ты думаешь По этому поводу? А что я должен думать? Не могу же я вечно быть здесь? Конечно нет Ну что ты ее так просто отпустишь? Нет То есть А что мне прикажут делать? Честно говоря Я действительно не представлял Что делать дальше Головей все смешалось Наконец-то я смогу вырваться отсюда Именно это было главным для меня Последнюю неделю А теперь надо решать А теперь надо решать еще более сложный вопрос Но ты же решительный, Семен Ты решительный Ты мужик Ведь как если подумать Заканчивались лагерные романы простых советских подростков А мой роман был лагерным во всех смыслах Они разъезжались и все Возможно они жили в тысячи километров друг от друга В моем же случае в разных мирах И с такими входными данными Придумать решение за пару часов невозможно Я откуда знаю? Это тебе решать Алиса хитро улыбнулась, встала и побежала к речке До обеда оставалось каких-то полчаса А я неспешно направился в сторону столовой Пионеры еще не успели оккупировать все свободные столы Так что мне удалось выбрать более-менее нормальное место К сожалению не мое любимое в углу Только я собрался приступить к идее Как кто-то резким движением отодвинул стул рядом со мной и сел Ого, естественно Кто же еще? Кого мы еще? Лену только не видели Но с ней опасно вообще в принципе сейчас вступать в разговор Или в какой-нибудь контакт Привет, как поживаешь? Это была Ульянка Необычайно вежливая К тому же До последней секунды ничего не было Ничего было Съязвил я Да ладно тебе Лучше скажи, что дальше делать планируешь Есть Вздохнул я Я не про это Вот вы уедете со Слави А что дальше? Будем жить долго и счастливо Вот я бы так ответил И чтобы от меня поскорее отстали Как будто первоочередная проблема у всех местных обитателей Это мое будущее Слушай, а тебе-то Реально какая разница? Просто интересно Чего интересно? Я же тебя не спрашиваю Что ты будешь делать завтра, послезавтра, через месяц Зачем лезть в чужую жизнь? Я же не лезу Обижно сказала Ульянка Просто я во всем этом плохо разбираюсь Само собой Лет-то еще мало Ну вот и объясни Раз такой взрослый Что тебе объяснить? Вот вы дальше будете переписываться, так? Потом на следующее лето Опять вместе в этот лагерь приедете Переписываться? По почте Для меня это прозвучало как-то дико Ну да Нет Дикими были не сами листочки и бумажные конвертики А перспектива не увидеть Славю еще год А может и больше Или не увидеть никогда? Ну так что? Можно к вам? Я поднял глаза и увидел стоящую рядом со мной Славю с подносом Ладно, я уже ухожу Ульянка вскочила и убежала в другой конец столовища Такое? Тебе что-то в горло попало О чем разговаривали? Ну ты же ее знаешь О чем с ней можно разговаривать? Славя улыбнулась Разобралась с делами? Да, теперь я полностью свободна Могу помочь тебе собраться Да что мне собирать-то? Ну тогда ты можешь помочь собраться мне Хорошо Это был отличной возможностью поговорить с ней Хотя я совершенно не знал о чем именно Ну как же? Как бы Незначай предложить обсудить тему вашего разъезда Или дальнейшего Ну ладно Дальнейшей состыковки какой-то Я не знаю Ты же хочешь дальше контактировать с ней Ведь так Ну вот Нужно попросить у нее Ну не телефон Там адрес почтовый Хотя бы я не знаю Вскоре мы закончили обед и направились к домику Слави Внутри все было чисто и аккуратно Не то что в домике Ольги Дмитриевны Не знаю даже с чего начать Она достала сумку и принялась рыться в шкафу Я тем временем сел на кровать и начал собираться с мыслями Какие у тебя планы после лагеря? Что делать собираешься? Ну как же? Она посмотрела на меня и улыбнулась Пойду учиться Ну да А ты? А что я? Мне в школу же идти Второй раз в какой-то там класс Я? Ну наверное тоже Хотя Мне не очень хочется возвращаться в родной город По правде говоря Мне некуда возвращаться Даже если бы было желание Почему? Потому что Потому что там нечего делать Там ничего нет И там меня никто не ждет А родители? Ну родители Понимаешь ли Их как бы сейчас нет А где они? Работают за границей так сказать Так тебе повезло Она весело улыбнулась Почему? Заграничные вещи разные и все такое Да Я бы мою ситуацию Особым везением не назвал Но в любом случае Не расстраивайся Похоже она совсем не понимает О чем я говорю По этому поводу я и не расстраиваюсь Это было правдой А что тогда? Много всего Например? Ну например Я уже было собрался начать Простран... Что? Какую? Пространную? Пространную? Ладно Тираду О моем положении Нежелание оставлять славю Как вдруг с грохотом Распахнулась дверь И вошла Женя Ха Вот вы где Нет Вот вы где Да я как раз Да как раз собираемся Вижу Вижу Хорошо Что я Не пришла минут на 10 Попозже А то могла бы помешать Сбором Окей В кавычках Сбором Но вы понимаете Могла бы помешать Сбором Когда они вдвоем в домике Ну ладно Славя грустно покраснела И лихорадочно продолжила Запихивать вещи в сумку Ну что же Герой-любовник От такого обращения У меня мурашки По коже побежали Что? Ну да ничего Она некоторое время Пристально разглядывала У меня Смотри Теперь От твоего выбора Зависит не только ты Я не знал Отвич Я не стал отвечать А Женя После этих слов Вышла из домика Что она имела ввиду? По-моему Этого никогда Точно знать нельзя Но все же Ну понимаешь Я сам хотел с тобой Об этом говорить Начать-то я смог А вот дальше О чем? Славя внимательно Посмотрела на меня Просто вот Сегодня мы уезжаем Так? Так И разъедемся По своим городам Ну да И когда я смогу Тебя увидеть В следующий раз? Славя задумалась Не знаю А вот и я Вот и я не знаю Но ты можешь Писать мне письма Она улыбнулась Но от ее улыбки Мне не стало спокойнее Да конечно Но это не то Ты сама понимаешь А что тогда? Может быть Я поеду с тобой? Я решил рискнуть И сказать все напрямую А что ты там будешь делать? Славя оказалась мне Даже не удивленной А скорее возмущенной Учеба, родители Да и что люди скажут? Насчет мнения людей Я как-то не задумывался Да и не волновало меня Это особо По правде говоря Ну всегда можно найти выход Какой же? Придумаем Семен Нам еще мало лет Для такого 17 лет Это мало? Скоро 18 лет Уже как бы Самостоятельные Уже можно и жениться По сути И Просто Годик Перекантоваться И там уже дальше нормально Семен себе работа найдет И так далее Я не знаю В ПТУ там поступит Ну я не знаю Мне-то на самом деле Вполне достаточно И что? Может быть позже? Через сколько? Через год? Два? Пять? Ты так говоришь? Я не знаю Она оказалась растерянной То есть все что было Это так? Курортный роман? Я начал заводиться Нет, конечно нет Просто Что? Я сейчас не готова Об этом говорить Давай попозже Когда попозже? У нас осталось Пара часов до отъезда Славя ничего не ответила И продолжила собирать вещи Я ожидал от нее Любой реакции Но только не такой По сути Она просто Оттолкнула меня Получается Никакое продолжение Отношений ей не нужно? Получается Я для нее Не особо и важен? Слушай Я все-таки не понимаю Чего? Не оборачиваясь Спросила Славя Почему ты не хочешь? А как ты себе это представляешь? Ну я могу найти работу Снять квартиру А что ты умеешь? У тебя хотя бы аттестат есть? Да, где-то валялся в шкафу Это не самое главное Почему же? Если есть цель То можно преодолеть Любые препятствия Тем более Они не настолько серьезные Если тебе так кажется Может это так? Но я все равно не понимаю Почему ты так все Ты так на это все реагируешь Ведь если мы просто разъедемся Это все Конец Я этого не говорила Но это ведь и так понятно Да что с тобой такое? А, да чего ты это взял? Закричала она Пожалуй, я впервые видел Славю такой Хорошо, поставим вопрос по-другому Я просто не хочу ехать к себе Где я там живу И общаться с тобой Только письмами Или по телефону Надеясь на случайную встречу Для меня это тоже будет тяжело Ну а в чем тогда проблема? Понимаешь Не все зависит от нас А от кого же тогда? Хотя мне ли не понимать Что она абсолютно права Зависело бы все от меня Я бы никогда здесь не очутился Есть нормы общества Законы, мораль и этика В конце концов Да при чем тут это-то? Это-то Тут это-то Вот только в русском языке Можно построить Парочку Ну предложений С таким количеством Т Да при чем тут Тут это-то? Ладно Я никак понять не могу Если для тебя это все не так важно То для меня важно Хорошо Я готов даже вести себя так Как положено По этим твоим нормам Но ведь есть и что-то более важное Может быть Но я не могу вот так сразу У тебя и так много времени Для раздумий Я замолчал на секунду Собираясь с мыслями Могу предложить только себя Потому что больше у меня Ничего нет Более того Я не знаю Что будет со мной через час Но зато точно уверен Что как бы там ни было Начинать с чистого листа Я хочу именно с тобой Ты все так красиво говоришь Но представь каково мне Если для тебя Это все так просто То у меня есть и своя жизнь Которой я привыкла И вот так сразу все менять У меня тоже когда-то была Сказал я тихо Что? Я говорю что это неизбежно Перемены это часть жизни Без них никуда Славя задумалась Постояла некоторое время Держа сумку в руках Потом подошла ко мне Села рядом И положила голову мне на плечо Вот сейчас Семен Вот сейчас Семен Рассуждает Так как Двадцати там шестилетний Уже Мужчина Можно так сказать Вот Они Они пацан Ладно Я тебе верю Раз ты так говоришь То так и будет В эту минуту я ощущал Абсолютное счастье И не важно Что неделю назад Я был в совершенно другом мире У меня была Другая жизнь Это давно прошло И казалось мне сейчас Каким-то диким Чуждым Я даже не понимал Как когда-то мог Считать подобное нормальным Сейчас меня меньше всего Волнует Как и по чьей воле Все произошло Я уже не ищу ответов Зачем? Ведь все они здесь Передо мной Теперь мне предстоит Длинная дорога Рука об руку С человеком Которого я люблю И оглядываться назад Не имеет никакого смысла Я бы так Я бы мог так сидеть Вечно Не замечая времени Но Славя наконец Посмотрела на часы И нежно прошептала Мне на ухо Пора Да точно Ты иди на остановку А я сейчас бегаю В домик К вожатой Возьму свои вещи Какой-то неорганизованный Надо было заранее собраться Расмеялся Славя Да мне собирать-то Я выскочила с домика И побежала к жилищу Олиги Дмитриевны Врата стояла на пороге И видимо ждала меня Я уж думала Не придешь Какой-то есть Старушенский голос Дал Ну случайно так получилось Ничего не отвечая Заскочил внутрь Покидал зимнюю одежду В пакет И выбежал на улицу Пойдем уж пора Через минуту Мы вместе С остальными пионерами Стояли на остановке Все собрались Начала Ольга Дмитриевна Сегодня вы покидаете Наш лагерь И на прощание Мне хотелось бы Вам кое-что сказать Она заметно нервничала И никак не могла Подобрать нужные слова Надеюсь Надеюсь Что время Проведенное здесь Вам запомнится На всю жизнь Что у вас останутся Только приятные Воспоминания о совенке Также я надеюсь Что здесь вы стали Чуточку лучше Смогли чему-то научиться Познакомиться с новыми друзьями В общем возвращайтесь В следующем году Вожатая отвернулась Похоже она пыталась Держать слезы Я не ожидал от нее Такой эмоциональности Но со всем сказанным Был полностью согласен Пожалуй впервые Ее слова Не просто прошли У меня мимо ушей Кажется я буду скучать По этому лагерю Мне кстати нравится Как на этом арте Выглядит Ну точнее не выглядит Алиса А взгляд Алисы Короче Такой Странный какой-то Я не знаю Такая ухмылка Прям на зрителей идет Ну ладно Кажется я буду скучать По этому лагерю И даже по Ольге Дмитриевне Хотя Если для меня Все же начинается Новая жизнь То почему бы сюда Не вернуться еще разок Да Вот этот арт тоже прикольный Хмхм Не Тут персонажи прикольные Нарисованы Всякие разные Забавные Ну ладно Славенок остался Далеко позади Сави... Неделя Пролетевшая Словно за мгновение Заканчивалась Но начиналось Нечто новое Моя новая жизнь В новом мире вместе со Славей. От яркого лунного света было светло, как днем. За окнами автобуса пролетали бесконечные поля, по случаю принарядившиеся в серые, но оттого не менее праздничные наряды, украшенные вдалеке темной зеленью могучих лесов. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего, я наслаждался моментом. Мы со Славей сидели на последнем ряду и разглядывали пионеров. Впереди бесновалась Ульянка, бегая по салону и громко крича. Лена читала книжку, а Алиса спала. Кажется, этот мир действительно абсолютно нормален. И столь ли уж важно, как я сюда попал, если все сложилось так замечательно. Я стал другим человеком, встретил Славю. О чем думаешь? О жизни. И как думается? Замечательно. Она тихонько рассмеялась. Знаешь, давай потом, что-то меня укачало, я посплю, если ты не возражаешь. Да, конечно. Она положила голову мне на плечо и вскоре заснула. Скорое прибытие в райцентр, новая глава жизни, совсем не томила меня. Когда все по плечу, не хочется размениваться на мелочи. Поэтому, почувствовав усталость, я заснул, ничего не опасаясь. Да. Однако, как и в любой другой концовке, ну, почти в любой, бывают сны, от которых не хочется просыпаться. Словно плывешь по теплой реке куда-то далеко за горизонт, блаженно созерцая суетный мир, скрывающийся за облаками. Прошлое остается позади, его отголоски уже не раздирают на части душу. А будущее, вот оно, рукой подать. И уже не столь важно, что ожидает тебя там. Куда важнее сам процесс погружения в сказочный мир спокойствия и счастья. Я всегда верил, что именно в таком состоянии находилась Вселенная когда-то. И именно к нему она вернется однажды. Наша жизнь — это всего лишь миг, секунды в мироздании, рождение и смерть звезд, минута, галактик, часы. Но в сумме едва ли наберется на целый день. Никто из нас не задумывается, как прожить каждую конкретную секунду. Так столь ли уж важно, чем занимается одна капля в бурной реке, уносящаяся за горизонт бытия. Опачки. Я открыл глаза и блаженно потянулся. Вставать не хотелось. Закутанный в одеяло, я чувствовал себя на вершине блаженства. В конце концов, идти сегодня никуда не надо. Впрочем, как обычно. Планов тоже никаких нет. Тогда почему бы не поспать? Я перевернулся на другой бок и уставился на старые, вздувшиеся обои, покрывающие кривую стену. Интересно, а давно тут делали ремонт? И почему вообще, говоря, тут обои, а не дерево? Смутные догадки начали рождаться где-то в глубине сознания. Угу. Я отбросил одеяло, вскочил и начал бешено озираться по сторонам. Да, я вновь оказался в своей квартире. Но некоторое время меня словно парализовало. Шок был настолько сильным, что мой мозг оказался не в состоянии осознать происходящее. Я просто стоял и пялился на экран монитора, в экран монитора на столе напротив. Мысли не было. Кажется, я даже забывал дышать. Вот так вот. Наконец рассудок начал проясняться. И что, собственно, произошло? Я заснул в автобусе, направляющемся в райцентр? Да, что-то такое было. И рядом со мной сидела Славя. А теперь я опять тут. Похоже, за короткую неделю, проведенную в лагере, я настолько свыкся с мыслью, что вернуться к прежней жизни мне уже не суждено, что сейчас просто не знал, как на все это реагировать. Ведь именно попасть обратно домой было моей главной мыслью в начале. Но в итоге все произошло, как в плохом фильме. Я... А! Черт. Я наконец вернулся, а все равно нахожусь в полнейшем шоке. Нет, страха не было. Мне скорее было интересно. И грустно. Ведь я уже принял решение начать новую жизнь со Славей. Да емае. А! Нос. Нос. Эх. Что-то в носу. Начать новую жизнь со Славей. Оставил в прошлом все свои проблемы, обиды, страдания, рефлексии, незавершенные дела и планы на будущее. А! Нос. Эх. Очевидно, что та жизнь была бы как минимум не хуже этой. Но сейчас ее уже не вернуть. Хотя, с другой стороны, скажи мне кто неделю назад, что я вот так в мгновение ока окажусь в другом мире, я бы не поверил. Что же мешает этим фантастическим событиям повториться? С трудом шевеля ногами, я направился на кухню, налил стакан воды и вернулся в комнату. Ледяная жидкость с мерзким привкусом хлорки несколько освежила меня. Теперь предстоит решить, что же делать дальше. Внезапно я понял, что просто не могу находиться в тишине. Вчера в компьютере я поставил слушать случайную песню в плеере и только тогда несколько успокоился. А что мне собственно остается? За последнее время я уже четко уяснил, что от меня не зависит ровным счетом ничего. По чьей-то прихоти я был выдернут из привычного мира, а затем возвращен обратно. За неделю в лагере не было найдено никаких ответов. Да что уж рассуждать. Надо забыть все, что произошло как страшный сон. Может быть, это вообще были галлюцинации, сейчас мне все равно. Единственное, что мешало заархивировать этот короткий этап жизни в памяти, это в славе. Я вспоминал ее улыбку. Все то время, которое мы провели вместе, начиная от знакомства в самый первый день и заканчивая ночью в лесу и отъездом из лагеря. Сердце бешено скакнуло в груди, разнося щемящую боль по всему телу. Ведь она понравилась мне с первого взгляда. Такая добрая, заботливая, понимающая. Как та героиня из аниме, как же ее звали, которая вытаскивала асоциального типа вроде меня из депрессии. Вообще, таких анимешек довольно много, я бы сказал. И ведь если подумать, таких людей в жизни не бывает. Славя не просила ничего взамен, не требовала поддержки, не ждала, что ее поймут или что ее работу похвалят. Она просто была собой. Той девочкой, которая в реальной жизни существовать не может. Если рассуждать здраво, то все было именно так и никак иначе. Получается, я видел один большой длиной в неделю сон. Про пионерлагерь, про советских подростков и их вожатую, про теплую летнюю ночь и посиделки у костра, про беззаботные детские игры и простые человеческие радости, про один миг, длившийся неделю и вечное лето. Почему вечное лето? Почему вечное лето? Ну почему просто видел? Я же был там, участвовал во всем этом. На глаза невольно навернулись слезы. Не слезы боли или отчаяния, а слезы грусти и светлой тоски. Ведь даже если все и закончилось, мне довелось испытать то, что подавляющему большинству людей не снилось. Глэй все ярче мелькал образ слави. Как бы я хотел, чтобы она вместе со мной вернулась из того лагеря. Может быть мне и нечего ей сейчас предложить. Но и впереди вся жизнь. Пожалуй, из всех этих событий я извлек много полезных уроков. Я невольно задумался о том, что все это слишком неправиль... О, все это слишком правильно. Словно написано по какому-то шаблону. Герой-неудачник, фантастическое происшествие и чудесное превращение. Пожалуй, все же так не бывает. В этой жизни не бывает. Пройдет день недели, и я опять стану тем, кем был до этого. Что же, это самый реальный вариант развития событий. Приятно одно. Мне уже никогда не вернуться обратно. А, приятно, понятно. Одно, да. Прошло около месяца со дня моего возвращения из пионерлагеря Савенок. Или вернее будет сказать, пробуждение ото сна. Я вернулся к своей привычной жизни Затворника. Сутки просиживал в интернете, на улицу выходил разве что в магазин, как и стоило ожидать. Меня все это вновь стало устраивать. Нет, конечно, были моменты тоски, депрессии, без них никуда в моем положении. Но они не длились дольше обычного. Разве что иногда во сне я снова возвращался в лето, в тот таинственный лагерь. Но проснувшись старался побыстрее отогнать от себя эти мысли. В конце концов, какой смысл мечтать о том, чтобы стать волшебником? Даже если чудеса случаются, а в этом я уже успел убедиться, это никоим образом не зависит от нас. Да и сколько ни говори, халва. Однако, что-то в моем существовании все же изменилось. Если раньше я не загадывал на будущее, мне было в сущности все равно, сколько я еще проживу, неделю или 40 лет, то теперь вперед я смотрел с оптимизмом. Не то чтобы я пытался что-то изменить или стать другим человеком, просто мир начал казаться мне более понятным. Нет, не простым, не дружелюбным, ни в коем случае не приветливым, а именно понятным. Если раньше я просто не мог согласиться с некоторыми событиями и фактами, хоть и смутно осознавал, что так и надо, то теперь я стал смотреть на жизнь проще. Все, что не делается, к лучшему. А если и не к лучшему, то по крайней мере с этим можно жить. А если уж и жить нельзя, то тут я бессилен. Наверное, я стал чаще улыбаться. Хотя бы гримаса висели вселенской скорби не 24 часа в сутки искажало мое лицо. Наши знакомые по интернету, кажется, заметили некоторую перемену во мне. И почти все сошлись во мнении, что она к лучшему. Теперь, наверное, я готов жить дальше. И спасибо Славенку и всем его обитателям. Без них я бы не смог. Начало января. Город с трудом оправлялся после новогоднего похмелья. На улицах было немноголюдно, и днем, а уж ближе к ночи, казалось, что пешеход с трудом, продирающийся сквозь сугробы, находится снаружи по очень важному, чрезвычайному, нетерпящему отлагательству делу. Такого дела у меня не было, я просто решил немного развеяться. Нужно и воздухом дышать когда-то. Зимняя ночь – самое лучшее время, чтобы побыть наедине с собой. Мне всегда казалось, что настоящее одиночество можно ощутить не в раскаленной пустыне, в искрайней степи или на вершине заснеженной горы, а в толпе. В этом потоке людей, слов, мыслей, стремлений у каждого есть цель, направление. И только я тихо брел между ними недостойные внимания остальных. Может быть, это как раз... Это как разнонаправленные вектора с началом в одной точке. В декартовой системе координат им не суждено встретиться. Так и тут все эти люди идут, бегут в одном направлении, я же ползу в другом. Впрочем, было ли мне одиноко? Раньше – да, а сейчас – вряд ли. В ярких слепящих огнях города, гуля машин, бурлении толпы, я наслаждался божественной симфонией тишины. Но сейчас ситуация несколько иная. На улице я один, а значит, наедине только с собой, но и со всем миром. Быть песчинкой в пустыне или морской каплей, выброшенной на берег – две разные разницы... О, две большие разницы. В толпе меня никто не замечал, не обращал внимания. Сейчас же каждый, кто выглянет из окна или проезжающий мимо машины, подумает, и что ему дома не сидится? Может, дела какие срочные? Вдруг больной какой? Или просто пьяный? Я никогда не любил выделяться, когда не надо. Поэтому противопоставлять себя обществу мне раньше и в голову не пришло. Не пришло бы. Но сейчас ситуация изменилась. Я словно пытался сказать всем «Смотрите». Я тоже могу быть счастливым. Если вам телевизор и тёплый плед, то мне снег, ночь, тёмная комната и тусклый экран монитора. Смотрите, и я ничем не хуже вас. На душе было немного грустно, но это была светлая грусть. Так ли уж нужно мне то, что есть у них, но нет у меня? Может быть, я обладаю чем-то намного более ценным? Я и сам не заметил, как оказался на автобусной остановке 410 маршрута. И как на рекламном стенде почему-то в этом странном значке... Я, кстати, не забываю, что вот этот значок означает... Ну ладно, почему-то две сырно смотрят на нас. Эти чичибики сырно. Ну ладно, тирно, правильно вообще, ну ладно. Навевает осмоминание. Я сел и парился в карманах в поисках сигарет. Однако пачка была пуста. Ну и ладно. Я смял ее и выбросил в урну. Может, здоровее буду? На небе одиноко горела звезда. Сегодня я прочитал в интернете, что одно из самых прекрасных астрономических явлений, по расчетам ученых, уже перестало существовать. Но... Увидим мы это только через десятки лет. Может быть, и эта звезда уже взорвалась, а сейчас она всего лишь красивая картинка на небосводе захолустной планетки на краю уездной галактики. Впрочем, почему существует та или иная вещь? Потому что она просто есть, имеет форму, ее можно потрогать? Или потому что мы верим, что она существует? Ложки нет. На первый взгляд ответ прост. Но с другой стороны, даже если этой звезды больше нет, мы до сих пор видим ее холодный свет. Возможно, кому-то она помогла выбраться из зимней тайги, кому-то подарила надежду, а кому-то просто чуточку тепла. Могла ли все это сделать простая астрономическая единица, да еще и взорвавшаяся бог весь когда? Могут ли миллиарды людей верить в то, чего на самом деле нет? Однако вера сама по себе еще не материализовывала ни один объект. Господи, пардоньте. По крайней мере, я об этом не слышал. Снег пошел сильнее. Началась настоящая метель. На часах была почти полночь. Еще чуть-чуть, и моя карета превратится в тыкву. Может быть, возвращение из Савенка – это и есть конец моего варианта сказки «Золушка». Ну а даже если и так, неужели это плохой конец? Ведь в каждой сказке есть доля правды. Я вспомнил Славю, встал, отряхнулся от снега и медленно направился в ночь. На душе было совсем не грустно. Я не сожалел ни о чем. Наверное, это все… Наверное, все это еще один эпизод той сказки, того теплого сна, продолжение которого мне так хотелось. Но почему бы ему, случившись однажды, не повториться? И вдруг я все же встречу Славю наяву? Хм, оно так обрывается. Без подведения итога дальнейшего. Славя – плохая концовка. У каждой истории есть начало и конец, но вы это все знаете. Да, у каждой истории есть начало и конец почти у каждой. Вот так, ребята, мы с вами посмотрели плохую концовку Слави, можно так сказать. Ну, как я и говорил уже на концовках Алисы, то, что… Ну, в соотношении с концовками Лены, с плохой концовкой Лены, все остальные концовки не кажутся такими уж плохими. В них даже присутствует какая-то доля оптимизма. Точнее, даже не то, чтобы… Ой, я извиняюсь. Не то, чтобы какая-то доля оптимизма, а… Да. Они даже, хоть и плохие, но они на самом деле оптимистичны. То есть Семен вернулся из лагеря, это, по-моему, со всеми концовками так будет. Семен вернулся из лагеря, и, соответственно, этот небольшой опыт, такой необычный опыт для него, поменял его взгляд на жизнь, поменял его вот с какой-то стороны, даже, может быть, немножечко поменял, да, допустим, в концовке со Славией он его совсем чуть-чуть поменял. То есть у него немножко изменился характер, немножко отношение к жизни изменилось, и все. То есть даже не так сильно, как, допустим, в концовке солисты, когда он сделал свою группу и стал музыкантом, по сути, и лидером группы, да. Вот здесь он просто чуть-чуть изменился сам по себе, стал более оптимистично смотреть на жизнь, на все, что происходит вокруг него. Вот. Ну что ж, мы с вами тогда приступим к прохождению хорошей концовки. Не будем откладывать это на следующий эпизод, хоть мы уже записали довольно дохрена, но я думаю, что эти ролики должны быть такими большими. По множеству причин я не буду сейчас перечислять, поэтому мы просто при помощи шикарной магии монтажа, ребята, от видеомонтажа переходим к хорошей концовке Слави. Поехали! Блин, я не понимаю, на улице пытается солнце пробиться через тучи, или все-таки она просто, или просто все-таки светлеет? Как-то... Я не думаю, что у нас столько светло будет. Эх, ну ладно, ребят. Короче, да, мы здесь. Мы на хорошей концовке Слави, теперь не стоит унывать, хотя даже Семен не унывает даже в плохой концовке Слави. Вот. Ну и что ж, мы делаем выбор, когда мы вернули столовую за продуктами, и говорим Ульянке, что мы хотим взять еду для Слави. Ну вот как? Да, вот так. Ладно, сейчас. Моему удивлению, тут, кстати, дальше все абсолютно повторяется, то есть тут даже, по сути, тут единственное, что отличается, это наш ответ, все остальные диалоги абсолютно те же. Ну и дальше будет немножечко отличаться наш диалог, вроде бы, а может, и не сильно будет отличаться. В общем, мы встречаем Ольгу Дмитриевну и говорим ей в этом важном разговоре, что мне не в чем оправдываться перед вами. Ответил я спокойно. Да? Ну ладно. То есть ты считаешь, что все... То есть все абсолютно так же. Я просто нажал промотку, она не будет перематывать, если там абсолютно... Ну, если там какие-то другие диалоги, хоть даже одна буква поменяется, он не будет это перематывать, потому что, типа, новое что-то. Вот. Поэтому я просто нажал перемотку, мы сейчас с вами наблюдаем, что абсолютно все то же самое. То есть в этом... В этих концовках, в этих вариантах ответа вообще абсолютно ничего не меняется. Вот. Просто идем дальше. Все то же самое. И игра на секунду подвисла, и я подумал, что там что-то будет отличаться. Но иногда бывают такие ставочки из-за того, что... Вот. Вот здесь все... Вот здесь уже меняется. Видите, игра остановилась. Только я немножечко раскрою историю диалогов, потому что... Эм... Нужно нам посмотреть вообще. Так, типа, через сколько ты хочешь там... Через год, через два... Эм... Я начал заводиться. То есть все, что было, это курортный роман? Нет, конечно. Просто что... Я сейчас не готов об этом говорить. Давай попозже. Когда попозже у нас осталось пару часов до отъезда, Славя ничего не ответила, продолжил собирать вещи, я ожидал от нее любой реакции, но только не такой. По сути, она просто оттолкнула меня. Получается, никакое продолжение отношений ей не нужно. Получается, я для нее не особо важен. Ты думаешь, только для тебя это все сложно? Думаю, что я для тебя не просто... Но ты так почему... Но ты так почему-то не считаешь. А что если я тебе скажу, что мне совсем некуда возвращаться, что у меня, начиная с прошедшего понедельника, больше нет никакой жизни, и мне все равно придется начинать ее сначала? Не знаю. Это звучит не очень правдоподобно. А... А и не должно. Но все же это правда. И что же? Ну объясни тогда. Я попал в этот лагерь совершенно случайно. Вообще, я из другого времени, может быть, из другого мира. Из начала 21 века. И лет мне несколько больше, чем кажется. Я совершенно не знаю, как здесь оказался. Слая внимательно смотрела на меня, но ничего не сказала. Эти мгновения тянулись для меня бесконечно. Я ждал, что она посмеется надо мной и назовет больным, или что похуже. А зачем ты все это говоришь? Наконец, спокойно спросила она. Чтобы ты понимала мое положение. Но это же... Это звучит просто глупо. Конечно. Я на твоем месте отреагировал бы точно так же. И что ты от меня ждешь? Не знаю. Я просто почувствовал необходимость признаться. Я не говорю, что ты врешь. И психом тебя не считаю, но пойми. Я не могу в это вот так поверить. Да, понимаю. Я думал просто, что это поможет тебе понять мою ситуацию и мотивацию моих поступков. Не помогло, если честно. Она расстойно вздохнула. А мнение мое не изменилось. И мнение. И мнение мое не изменилось. Но? Тебе лучше собрать свои вещи, а то опоздаешь. Да там... Потом поговорим. Я не стал спорить. Если после моего признания Славя не изменила свое мнение, то сейчас настаивать бесполезно. В расстроенных чувствах я поплелся к домику Ольги Дмитриевны. Вожатая стояла на пороге и кажется ждала меня. Эть, так ты будешь тут перематываться? Нет, ты считаешь это новеньким? Ну ладно, значит это прописано в новом скрипте, в другом, отдельном. А, ну да, в общем-то. Что такое, хмурый идешь? Случилось что-то? Нет, ничего, собираться вот иду. Рассказываешь, может легче станет? Ладно. Вот как вы думаете, как человеку доказать, что я говорю правду, если он в это не верит? Ай, ты нашел, кого спрашивать. А ты точно говоришь правду? Точно. Тогда может быть ему просто нужно время? Ну, его-то как раз и нет. Тогда не знаю. Она развела руками. Ладно, и на том спасибо. Я погибал зимнюю одежду в пакет и направился на автобусную остановку. Если бы еще пару дней назад я увидел Икарусу, так запросто стоящий у ворот лагеря и ждущий пионеров, то стал бы самым счастливым человеком в этой реальности. Но именно сейчас веселиться мне почему-то совсем не хотелось. Да, до отправления автобуса оставалось еще прилично времени. Я сел на бордюр и закрыл голову руками. О чем грустишь? Знакомый голос вывел меня из раздумий. Да так. Поссорился со Славей? Можно и так сказать. Из-за чего? Она не верит, что я пришелец из будущего. Я криво улыбнулся. Я бы тоже не поверила. Серьезно сказала Лена. Да и я бы на вашем месте себе не поверил. Ничего страшного, помиритесь. Да, только времени осталось немного. Времени до чего? Чтобы выбрать правильное решение. Через некоторое время на автобусной остановке собрался весь лагерь. Все здесь? Начала Ольга Дмитриевна. Сегодня вы покидаете наш лагерь. На прощание мне хотелось бы вам... Ладно, я не читаю это. Ребята, это... Вот здесь я вас уверяю. То же самое она все говорит. Вот. Видимся в следующем году. Вожатая отвернулась, задержать слезы пыталась. Я ждала такой эмоциональности. Вот. Конечно, именно здесь я познакомился с Лавиной. Сейчас у нас с ней, мягко говоря, не все, ладно. А что будет дальше, совершенно непонятно. Поэтому мне было недомыслие о том, буду ли я скучать по этому месту по Ольге Дмитриевне. Да вряд ли. Когда пионеры начали заходить в автобус, я протиснулся сквозь толпу к Славе. Вот, кстати, заметьте, что в хорошей концовке, здесь у них склад... Поначалу у них складывается все хуже, чем в плохой концовке. Вы заметили это? Давай сядем вместе. Давай. Спокойно ответила она. Мне даже показалось, что я уловил на ее лице тень улыбки. Автобус летел по просторам нового для меня мира за окнами. За окном поля сменялись лесами, а те спокойными реками и взгориями. Я чувствовал, что все это знакомо, как знаком край родной. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего. Я подбирал слова, с которых начать разговор. Мы уже, наверное, несколько часов просто сидели рядом, а попытки завязать разговор заканчивались односложными ответами. Не бери в голову то, что я тогда сказал. Я не хочу оправдываться или говорить, что это неправда. Просто для меня сейчас самое главное — это ты. Я понимаю. Она внимательно посмотрела на меня. Если я даже иногда веду себя не так, как делаю, и говорю глупости, все равно для меня сейчас самое главное — быть с тобой. И всегда будет. Я понимаю, что вел себя слишком опрометчиво. Встроил... Эх, что такое? Стоил глупые прожекты. Но мы же можем попробовать сделать все по уму. Вместе. Я и ты. Славя все так же пристально смотрела на меня. Я понимаю, что это будет непро... Да, ты понимаешь, что это будет непросто? И что нельзя вот так, от чертя головы, бросаться в омут? Ведь... Да, что ж такое пропускается? Ведь проблем потом будет столько, что не разгребешь. Да, теперь понимаю. Но ради тебя я готов на все. Она ничего не ответила, лишь легонько поцеловала и положила голову мне на плечо. Это определенно значило да. Я не хотел больше ни о чем с ней говорить. Пусть поспит. Главное, что Славя поняла меня. Поняла, что она для меня значит. Поняла, что ради нее я готов на все. И если даже я где-то перегибаю и поступаю необдуманно, она готова указать мне верную дорогу, по которой мы пойдем вместе. Как вы ловко все это развернули в нужное русло. Даже как-то странно. Ночь заявила свои права, автобус погрузился в сон. Сначала я пытался сопротивляться. Но есть ли смысл терпеть, тратить последние силы, когда наконец будущее стало для меня кристально ясным? Глаза сокрылись всего на минутку. День неизвестно какой. Бывают снег, в которых не хочется просыпаться. Здесь, по-моему, все то же самое, да. Изменения будут только в самом-самом конце, когда Семен приходит на остановку. И снег пошел сильнее. Началась настоящая метель на часах. Была почти полночь. Я уже собирался уходить, как вдруг из-за сплошной белой завесы кто-то вынырнул и забежал под козырек остановки. Это явно была девушка. Из-под капюшона выбивалась длинная коса. Она стояла ко мне спиной, так что разглядеть ее лица я не мог. «Вы не знаете, последний автобус уже ушел?» Спросила она, не оборачиваясь. И куда ей понадобилось в такое время? 410-й. Это, наверное, самый проклятый маршрут в этом городе. Мало того, что он иногда людей увозит в другую реальность, так еще и в обычное время его не дождешься. Вроде бы после 12-ти должен быть еще один. «Спасибо!» В ее голосе явно читалась улыбка. Я некоторое время просто молча сидел, разглядывая девушку. Наконец она заговорила. «А вы почему так поздно?» «Неужели ей это действительно интересно?» «Гуляю», задумчиво ответил я. «А вы? По делам?» «Ну, не то чтобы. Еду домой». «А где живете?» Он просто там с собой сорвался с языка. «Далеко». Неопределенно сказала она. «А я вот рядом». «Хороший район». «Я бы сказал поганый. Выбирать не приходится». «Вам тут не нравится?» «Не знаю, я уже привык. А вот мне кажется, что человек везде может быть счастливым». «Счастливым?» «Счастливым». «Наверное». «Ну, сами посудите. Люди ведь в Антарктиде живут, на станциях я имею в виду. И в пустыне Сахара, и много где еще. Главное ведь это люди». «Сами сложно не согласиться». «Моё замечание прозвучало настолько философски, что я сам невольно улыбнулся. Мне кажется, вы не искренне. «Нет, отчего же, сударыня?» Она тихо засмеялась. «Я думаю, вы хороший человек». Тут она повернулась и... «Пам-пам». «Пам-пам». «Вот этот поворот». Я понял, почему мне показался знакомым ее голос, фигура и все остальное. Передо мной стояла Славя. На мгновение я потерял дар речи, но быстро взял себя в руки. В конце концов, возможно, что это просто девушка, похожая на Славю из моего сна. Или я испытываю тяжелейшее дежавю. «Этот город не пионерлагерь. На мне не форма, а зимнее пальто. Да и на дворе лето... Не, не лето, пардон. И оговорился. Я попытался уверить себя в том, что мне все это всего лишь кажется, но решил-таки задать пробный вопрос. «Мы с вами нигде раньше не встречались». Она внимательно, оценивающе посмотрела на меня и улыбнулась. Блин, это, конечно, пробный вопрос со стороны Семена, но проблема в том, что... Как бы сказать... По некоторому опыту, скажем так, вопрос. «А мы с вами нигде раньше не встречались». Обычно... Как бы задается... В ситуации, когда ты хочешь... Скажем так, познакомиться поближе. Вот. Скажем так. Ладно. Она внимательно оценивающая посмотрела на меня и улыбнулась. Ну ладно. Вряд ли. Но ваше лицо почему-то кажется знакомым. Вы... Ты никогда не была в пионерлагере в детстве? Нет, конечно. Она засмеялась. Когда я родилась, их уже не было. Ну да, логично, о чем это я. Хотя... Мне недавно снился сон. Она задумалась. И мне тоже. В смысле, про пионерский лагерь. Может быть, там и виделись? Серьезно, сказала девушка. Не исключено. Кстати, меня Славя зовут. Вообще полное имя славяна, но все меня Славей зовут. И ты тоже зови. Я хотел ответить, что знаю, но осекся. В конце концов, так ли уж важно, почему Славя из моего сна здесь и сейчас стоит передо мной на этой замерзшей остановке заколдованного автобуса номер 410. В конце концов, бывают же сны, от которых не хочется просыпаться. А меня Семен. Очень милое имя. Тоже на S начинается. Да. Значит, ты далеко живешь? Ну, не так уж. Она назвала район. А я думал, что где-то на юге. Почему? Не знаю. Может быть, потому что ты похожа на пионерку. Достались тебе эти пионеры. Славя рассмеялась. Если бы не они, возможно, мы бы и не познакомились. Почему? Она сделала серьезное лицо. Да так. Шутка. Скажи, а ты согласна, что мир существует, потому что мы в это верим? Это как-то субъективный... Субъективный иде... Ла-ля-ля-ля. Что такое? Я заговариваюсь теперь. Это какой-то субъективный идеализм прямо. Ну, Славя задумывался. Ну, в принципе, когда уже почти два часа разговариваешь вот так вот, сам собой, что-то усердно зачитываешь меня и голоса, начинает язык заплетаться. Последнее время мне, наверное, близкает философская школа. Ну, не знаю. Я в таких вещах не очень сильно. А в чем сильно? Она улыбнулась. В чем-то другом. Не сомневаюсь ни секунды. Но ты же меня едва знаешь. А кажется, что уже давно. Да, и мне почему-то тоже так кажется. Наступило неловкое молчание. Снег несколько успокоился, но автобуса все не было. Украдкой глянув на часы, я предложил, что... Уже и не будет. Славе, похоже, было холодно, потому что щеки ее пылали еще сильнее, а растирающие движения руками стали еще чаще. Похоже, 410-й маршрут на сегодня закончил свои рейсы. Похоже, расстроенно сказала она. Если хочешь, собравшись силами, я начал. Что? Можешь остаться у меня. Хм. Ну, мы же только что познакомились, рассмеялась она. А так на ее лице не примекнуло ни тени испуга. Да, я понимаю. Но ночь на улице, такой холод. А не боишься? Славя Лукава посмотрела на меня. И я? А надо? Кто знает, кто знает. Я просто предложил, ты не подумай ничего. Начал я оправдываться. Да я все прекрасно понимаю. Она рассмеялась. Если ты не против, конечно. Она покраснела еще сильнее, хотя казалось, что дальше уже просто некуда. Пойдем? Давай все же еще немного подождем. Вдруг приедет? Хорошо. А чем ты занимаешься? Спросила Славя через некоторое время. Блин, Семен, у тебя же там, наверное, в квартире бардак. Бардачище. Ну ладно. В принципе, ладно. Это, в принципе, нормально в подобной ситуации. Серьезно. Ладно. Я, ну, работаю на дому, так скажем. Ответ ничем я из себя выдавить не смог. Здорово. Что хорошего? Не знаю. Много свободного времени, никуда ездить не надо, ну и все такое. А ты? Чтобы как-то сменить тему разговора, спросил я. Я учусь. На краеведа? А кто это? Серьезно спросил Славя. Не важно. На эколога. Что же, достойная профессия. Мы продолжали болтать ни о чем, и автобус все не ехал. Был уже второй час ночи. Время летело незаметно. Славя, кажется, поняла мои мысли. Пойдем? Улыбнулась она. Я встал и медленно направился в сторону дома. Она аккуратно взяла меня под руку и заглянула в глаза. Знаешь, я уверен, что в этом году все будет лучше, чем в предыдущем. Хм. А, у меня игра зависла, а ачивка не показалась. Черт. Ну, бывает. Но зато показалась ачивка Стима. Славя, хорошая концовка. Да. У каждой истории есть начало и конец. Ну, вы сами знаете, канва. Вот у каждой истории. Почти у каждой. Ну, все, ребята. На этом, в принципе, все. Я, по-моему, что-то хотел сказать. Но, если честно... Или я уже все сказал, что хотел. В принципе, я много отступлений лирических делал. Я, наверное, уже сказал чуть ли не все, что хотел. Даже более того. Вот. Я надеюсь, не сильно вы меня будете бронить за то, что я... Ну, где-то чаще, когда порой чаще делаю какие-то лирические отступления со своими мыслями. Но я считаю, что нужно разнообразить немножечко все-таки вот этот текст, чтиво, какими-то мыслями некоторыми, да? Своими некоторыми, может быть, мыслями, да? Своими... своим мнением, некими философскими, скажем так, идеями. Вот. Ну, так будет как-то немножечко поразнообразить, поинтереснее, мне так кажется. Конечно, кто-то мне писал, что типа, блин, ты задолбал отвлекаться, но я так понял, что это все-таки скорее в шутку, чем всерьез. И... В общем-то, я, раз уж если вы досмотрели до конца, во-первых, большая вам благодарность, потому что ролики эти огромные, просто невероятно огромные. Я надеюсь, что вы их осиливаете, и все-таки их не нужно резать, там, на ролики, там, в два раза меньше, в три раза меньше, в четыре раза меньше. Это я, конечно, могу устроить спокойно. Вопрос только в том, нужно ли это. Вот. В общем, да, хотел бы вам просто напомнить под конец, что... Пишите свои комментарии, мне интересно все-таки их почитать, даже на комментарии ваши поотвечать, если будут какие-то бурные обсуждения. Вот. Ну, еще раз спасибо, что досмотрели ролик до конца, тогда на этом мы данный эпизод заканчиваем. Следующий рут будет, тогда уж добьем основные руты с девчонками, рут Ульянки добьем, потом добьем основной рут Семена. Вот. Ну, а дальше пойдем по уже, ну, не секретным рутам, а дополнительным, так скажем, бонусным. Ну, не то чтобы бонусным, ну, вы поняли. Вот. Так что на этом я заканчиваю, друзья мои. С вами, как обычно, был я, Frostfire. Я, как всегда, желаю вам удачи напоследок и побольше, друзья мои. Ну и увидимся с вами в следующих роликах. И, может быть, даже на следующих стримах, как у вас получится или как у меня получится. До новых встреч, друзья мои. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok